В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Уникальный двухмерный код идентификации. В аптеке стали поступать маркированные лекарства. Воспитание и забота. 27 сентября в России отмечается день дошкольных работников. О победах и поражениях. Клуб Атом вернулся с чемпионата межрегиональной баскетбольной лиги. Далее расскажем обо всем подробно. Почти треть российских аптек начали продажу маркированных препаратов. Такие данные приводит Минздрав. Маркировка лекарств стартовала с 1 июля. Эксперты считают, что эта мера позволит исключить поступление на рынок нелегальных и фальсифицированных фармпрепаратов. Теперь на каждой упаковке должен быть штрих-код. Около 30% российских аптек продают лекарства со штрих-кодами. Маркировка фармсредства введена в стране с 1 июля. Для того, чтобы на прилавки попали только произведенные по нормам и стандартам лекарственные препараты. На каждом из них должен быть штрих-код, благодаря которому можно проследить, где оно произведено, какую цепочку прошло через систему поставщиков. Это позволит исключить поступление на рынок нелегальных и фальсифицированных фармпрепаратов. Производитель произвёл упаковку и нанёс свой определённый код на каждую. Это как имя, фамилия и отчество. И никто больше на неё ничего уже не может нанести. Это паспорт для одной только упаковки. После того, как лекарство попало в руки к фармацевтам, сотрудники аптеки обязательно должны отсканировать чип на упаковке. Это необходимо для того, чтобы поставщик знал, в каком городе или стране находится препарат. Если лекарство не попадёт в систему, то купить его в аптеках будет нельзя. Если раньше у нас были штрихи обычные, которые мы там, ну, цена у нас стоит, там ещё что-то, мы штрихуем, пробиваем чек. Сейчас только через код, который указан на упаковке. В ином случае продажи вообще не состоится. Немаркированные лекарства, произведённые до 1 июля 2020 года, могут продаваться до истечения срока годности. Сейчас у производителей их скопилось много. Без маркировки могут продаваться также препараты, выпущенные до 1 октября 2020 года, на которые получено разрешение межведомственной комиссии. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. В России первый детский сад открыли более 150 лет назад, а вот чествовать воспитателей и всех работников дошкольного образования на официальном уровне стали лишь с 2004 года. Датой праздника стало 27 сентября. В этот день в Санкт-Петербурге открылся первый детсад. Время показало, что профессия педагога действительно очень важна, так как детские сады – это первая ступень социального развития человека. Что вот главное в работе воспитателя? Ну, обычно говорят, любовь к детям. А я думаю, что это не любовь к детям, а вот смелость определенная и мужество вот с этой профессией прожить всю свою жизнь трудовую. Это очень многое. И позитив. А любовь к детям, она… Ну, если ты не любишь детей, зачем вообще идти воспитателям? Это как бы априори, это даже не обсуждается. Ирина Александровна Стародубцева уже 32 года работает в первом детском саду. Из них 20 лет она его возглавляет. Стаж руководитель у нее внушительный. Впервые Ирина Александровна возглавила детский сад в 24 года. Но начала она трудовую деятельность должности воспитателя. Ирина Александровна отмечает, что за 38 лет работы в детских садах Сарова ее окружали добрые и отзывчивые люди, готовые всегда прийти на помощь. Знаете, если я сейчас начну перечислять, я столько людей назову, с которыми у меня были какие-то хорошие, теплые отношения, понимаете? Которые как-то, не знаю, вот, ну, меня поддерживали, вот, понимаете, назначили заведующей вот такого огромного учреждения. Ну, я считаю, что мне вот как бы повезло на окружающих людей, от которых я очень многому научилась в этой жизни. И вообще, как бы, и не только по работе, но и по жизни. Ирина Александровна в буквальном смысле заведует детским садом. Руководит и управляет. Все у нее под контролем. Ни одна минута не проходит в праздном безделье. За время съемок она успела пообщаться с воспитателями и детьми на улице, поработать с документами и даже под прицелом камеры провести совещание. Для любого руководителя самое главное, я считаю, это люди, с которыми он работает. То есть подобрать людей, которые вот эту ответственность на себя возьмут и будут выполнять все те, так сказать, предписания, которые существуют и будут реализовывать те программы, которые реализуют учреждения. Я считаю, что мне вот в этом плане повезло, потому что у нас очень хороший коллектив. Ирина Александровна руководит особенным детским садом. В лесную сказку приводят малышей, у которых есть ограничения по здоровью. А это еще большая ответственность. И детки попадают в сказку. Только в роли волшебницы-фей-воспитателя, которые с особым трепетом и любовью заботятся о детях. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. Завершается прием заявлений на перечисление детских выплат. До конца сентября семьи могут получить материальную поддержку от государства в размере 15 тысяч рублей, которая по 5 тысяч рублей выплачивалась на детей до 3 лет с апреля по июнь. Кроме того, родители могут оформить единовременное пособие в размере 10 тысяч на детей от 3 до 16 лет за июнь, при условии, что ранее они не подавали заявление на эти выплаты. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Временно отмененные из-за коронавируса техосмотры возвращаются. С 1 октября для оформления САГО авторюбителям вновь потребуется актуальная диагностическая карта. Тем же автомобилистам, которые застраховали машину без техосмотра, придется пройти его и до 31 октября предоставить диагностическую карту в страховую компанию. Напомним, ОСАГО временно отвязали от диагностической карты, потому что в связи с пандемией пункты техосмотра в большинстве регионов попросту не работали. В Нижегородской области работает горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Где можно сделать прививку? Как правильно подготовиться к вакцинации? Можно ли совмещать прививку от гриппа с другими? И как уберечь детей от простудных инфекций? Обо всем этом и не только расскажут специалисты и эпидемиологи. Звонки от жителей региона принимают по телефону 8 800 555 49 43. Прямая линия будет работать до 12 октября. 28 сентября в день работника атомной промышленности пройдет телемост «Перекличка городов». Первые лица госкорпорации «Росатом» — ветераны, сотрудники предприятий и жители атомных городов поздравят друг друга с 75-летием отрасли в прямом эфире. Прямая трансляция пройдет одновременно из 25 городов и центральной студии у здания «Росатома» в Москве. Посмотреть телемост можно будет на телеканале «Россия-24» и сайте atom75.ru. В Нижегородской области открылся сезон охоты на пушного зверя. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. В период до 28 февраля разрешена охота с огнестрельным оружием на зайца, лисицу, енотовидную собаку и волка. В областном комитете госохотнадзора напоминают, что выходить на охоту в состоянии алкогольного и наркотического опьянения строго запрещено. В случае задержания нарушителей ждут не только штрафы, но и конфискации огнестрельного оружия. 1 октября в Сарае пройдет турнир по дартс. К участию приглашаются все желающие, вне зависимости от возраста. Спортсменов распределят по группам, после чего лучшие сразятся в формате плей-офф. Игры пройдут по системе 501 до 3 побед. Заявки на участие в турнире будут принимать 30 сентября в 18.30 в клубе «Прогресс» по адресу проспект Музруково, дом 2. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не хотелось бы возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года, сказал глава государства. Между тем, число заболевших коронавирусом за сутки в России впервые с июня превысило 7 тысяч человек. В Нижегородской области выявлено 168 новых случаев заражения COVID-19. В Сарове зафиксировали еще 32 человека, больных коронавирусом. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов повторно предложил ввести банковские карточки, с помощью которых малоимущие россияне могли бы покупать продукты отечественных производителей. Средства на это Сергей Миронов предлагает перечислять из фонда национального благосостояния. Ранее с подобным предложением к руководству страны обращались поставщики и производители продовольственных товаров. Они предлагали вернуться к проекту Минпромторга, который предусматривает раздачу продуктовых карточек гражданам с низкими доходами. В число получателей должны войти россияне, потерявшие работу или другой источник дохода из-за мер по борьбе с пандемией коронавируса. В официальных группах канала «16» в социальных сетях мы спросили у саровчан, поддерживают ли они такую инициативу. 66% респондентов высказались за введение таких мер поддержки. 21% участников опроса не поддержали эту идею. Рассказали о значении дорожных знаков, правилах поведения на проезжей части и посвятили первоклассников пешеходы. Сотрудники ГИБДД провели в школе номер 5 традиционную акцию, направленную на профилактику ДТП и детского травматизма. Помогали стражам дорог старшеклассники. Они в игровой форме напомнили ребятам о правилах дорожного движения. Подробности в следующем репортаже. Быть пешеходом ответственно. Безопасность на дороге зависит не только от водителя. И чтобы избежать ДТП, пешеходу достаточно просто посмотреть по сторонам. Эту простую мысль ученики школы номер 5 и сотрудники госавтоинспекции постарались донести до первоклассников в игровой форме. Также малышей познакомили с правилами дорожного движения и посвятили в пешеходы. Я узнала, что значит, какой знак значит, где можно кататься на велосипедах, а где нельзя. Я узнала, что каких знаков нужно переходить, с каких знаков нельзя переходить. Красный цвет светофор значит, что переходить нельзя. Надо стоять. Желтый – подожди, не спеши. А зеленый – значит, иди. Первоклассник развлекали сказочные герои, ожившие дорожные знаки и светофор. После игры танцев новоиспеченные пешеходы дали торжественную клятву быть внимательными на дорогах и соблюдать все ПДД. Правила дорожного движения нужно знать с ранних лет. Ведь детям приходится доходить до школы, ходить в разные кружки. Все это они ходят по дороге. В конце праздника первоклассникам вручили удостоверение юных пешеходов и светоотражающие элементы надежду. А после ребята и сказочные герои отправились к пешеходному переходу, чтобы закрепить правила дорожного движения на практике. Ирина Вашегородцева, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. В начале сентября в Севастополе прошел решающий этап чемпионата межрегиональной любительской баскетбольной лиги. В нем приняли участие сильнейшие команды из разных уголков России. Баскетбольный клуб «Атом» был в числе тех, кто вступил в борьбу за звание чемпиона. О том, как складывались игры на турнире, волевых победах и досадных поражениях на суперфинале баскетбольной лиги смотрите в нашем следующем репортаже. Кто говорит, что после 40 пора заканчивать со спортом, тот не видел на баскетбольной площадке Дмитрия Климова. Этим летом ему исполнилось 45. Капитан команды «Атом» знает, насколько круто в эти годы играть на равных с 20-летними, а порой и превосходить их в мастерстве. Во время матча межрегиональной баскетбольной лиги он за 5 минут метко отправил в корзину соперника несколько мячей и принес команде 15 очков. Силу моего возраста, так скажем, не уже совсем юношеского, это, конечно, соревноваться с теми, значит, партнерами, ну, соперниками, которые приезжают на суперфинал, скажем, года становится все сложнее. Ну, тем не менее, значит, мы продолжаем тренироваться. Я, как бы, из команды пока уходить не собираюсь. В турнире приняли участие рекордное количество команд – 24 мужских и 10 женских. У баскетболистов была всего неделя, чтобы выявить сильнейших. И первая же игра сыровчан в подгруппе показала, что путь к кубку будет сложным и тернистым. На площадке они встретились со своим давним соперником – командой с Казани. Соперник очень сложный. У команды есть ряд преимуществ по сравнению с нами. Например, это сыгранный состав, более молодая команда. Ну, и, сами понимаете, в Казани все-таки баскетболистов больше, чем у нас, и даже у нас в области. И игра была сумасшедшая по накалу, я вам скажу. По-моему, там первые три четверти, более чем на 3-4 очка, никто вперед не вырывался. По словам Дмитрия Покровского, обе команды играли от защиты. За несколько минут до окончания матча атом вырвался вперед. Но сыровчане слишком быстро поверили в победу и немножко расслабились. А соперник, наоборот, собрал последние силы. За 7 секунд до конца танк выходит вперед. Одно очко. Они промазали штрафной бросок, подбор был за нами. Я вот это как сейчас помню. Сумасшедшая концовка, конечно. Идет передача нашего большого через всю площадку. Убежал наш парень в отрыв. И за 4, по-моему, или 5 секунд мы забиваем и выиграем одно очко. Следующий матч сыровчане играли с командой из Кемерово. Игра тоже складывалась непросто. Но атом выиграл второй матч в пайгруппе и завоевал себе путевку в плей-офф. В 1-8 финал сыровчане попали на одну из сильнейших любительских команд страны – Тюменскую Арктику. И проиграли. Надо отдать должное Дмитрию, он не стал искать причины проигрыша во внешних обстоятельствах. Ответственность за результат матча лежит на спортсменах. Были расстроены, конечно, после этого. Даже не потому, что мы проиграли, а потому, что самую важную игру на вылет мы сыграли плохо. Прежде всего, это трехочковые попадания. Но с таким процентом, я сейчас не помню, по-моему, 15% попаданий трехочковых в итоге. Это, в общем-то, наш козырь. У нас есть снайперы. И вот именно это не получилось. То есть свободные броски, когда нужно было, мы не попали. В серию игр на чемпионате межрегиональной любительской баскетбольной лиги «Атом» закончил победой и занял 15-е место. Всего в Саровчане провели шесть встреч. Три игры выиграли и три проиграли. Команда снова активно тренируется и готовится к чемпионату области. Дмитрий отметил, что настрой у команды – боевой. Елена Грецкова, Евгений Шевцов, Александр Мальков. Служба новостей из Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей.